Привязала к себе дочку и сделала последний шаг из окна квартиры на девятом этаже. Самоубийство молодая женщина совершила среди бела дня. Соседи, знакомые с ней, до сих пор не могут прийти в себя. У неё была девочка вот такая, хорошенькая очень. Она с ней девочка. Вот это я осуждаю её. Нельзя было девочке. Девочка вроде упала на неё. Её скорая забрала. А что с девочкой? Девочку, конечно, жалко. Малышка смогла выжить после такого падения. Сейчас она находится в реанимации. Её состояние врачи оценивают как критическое. А вот мать самоубийца погибла на месте. В том, что шаг к смерти женщина сделала добровольно, уверены свидетели. Они и вызвали правоохранителей на место происшествия. Те, в свою очередь, установили. Посторонних в квартире не было. Позвонили граждане, на глазах у которых это всё произошло. Они сообщили о том, что с девятого этажа выпрыгнула женщина, при этом привозявши к себе ребёнка. Когда туда выехали правоохранители, было установлено, что женщина является харьковчанкой 34 лет. Ребёнок, маленькая девочка 4 лет – это её дочка. Хотя сомнений в том, что это было именно самоубийство, у правоохранителей нет, следственные действия всё равно проводятся. Самоубийца, говорят, записки не оставила. Потому в поисках мотива опрашивают знакомых, родственников, изучают личную жизнь погибшей. Мы будем искать причину, по которой это произошло. Но, как говорят её родственники, она в последнее время страдала психическими расстройствами. Вот с чем это было связано, будем устанавливать. Молодая женщина была необщительна, подтверждают её соседи. Несмотря на то, что жила она тут вдвоём с дочкой уже несколько лет, подружиться ни с кем не стремилась. Она давно, я её помню. Она ещё девочка в коляске. Давно она, ну, здесь она купила квартиру. Что же действительно стало причиной такого отчаянного шага, установит следствие. Оксана Нечапаренко, Агентство телевидения Новости.